Котельная номер один в Сурске питает основную часть города. Готовность объекта 60%. Здесь завершены ремонты двух котлов, запуская хоть сейчас. К концу месяца будет готов третий. Еще один резервный протестирует ближе к отопительному сезону. На нем предстоит провести работы на теплообменнике, который прогревает воду перед подачей в котел. Кстати, в котлах теперь новые решетки. Для коммунальщиков это большая выгода. Весят всего пару тонн, почти в 20 раз меньше прежнего. Под агрегатами грунтовой воды нагрузка на фундамент меньше. Поэтому новые конструкции позволят котлам быть более устойчивыми и снизить тепловые потери. Бывало так, что недожоги шли в угли. Сейчас поставили уголковые решетки, ауровские. Здесь уже решетка, она недвижущаяся. И машинист или кочегар смотрит, когда у него уголь прогорел или еще не прогорел, сбрасывать его шлак. Ну и вот за счет этого получается экономия. Сейчас продолжаются работы на насосном оборудовании. Питательное необходимо заменить ущерб подрядчика. Еще нужно обновить электрооборудование на подогревателях сетевой воды. Глава Сорска Владимир Найденов говорит, несмотря на максимальную подготовку, он понимает, что эта котельная не получит паспорт готовности к зиме. Нужно менять дымовую трубу. Она накренилась. Мы сейчас заключили контракт здесь с «Энерго» и проводим уже часть первого контракта. Она проведена. Проведили обследование. И сейчас мы разрабатываем мероприятие и проектно-сметную документацию. Вместе с тем, один из самых весомых показателей, который существенно портит картину – теплосети. За три года они ни разу не видели капитального ремонта. Постоянные перепродажи из рук в руки частникам только ухудшают ситуацию. На письма и претензии от администрации собственники не отвечают. Надзорников тоже на них нет. Администрации приходится изловчиться, чтобы в пик отопительного сезона население не почувствовало дискомфорта. В прошлом году после запуска самостоятельно устранили шесть порывов. В этом году тоже пришлось вмешаться, но крупный ремонт муниципалитет не может себе позволить. Это будет нецелевое использование бюджета. В этом году аналогичная ситуация. По окончанию отопительного периода провели гидравлические испытания. Коллектор основной остался в рабочем состоянии. Есть проблемы на участках, на квартальных, где надо заниматься ими. На сегодняшний день данный предприниматель, он и является жителем города Сорска, никаких мер не принимает. На совещании по подготовке к зиме в администрации Сорска также подняли вопросы о готовности котельных в поселке геологов. У нее хорошие показатели. Готовность 60% в строю и трикотлак. Заключены договоры на поставку угля. Администрация уверяет, лишних трат не будет. Сумма укладывается в указанное правительством требование. Доложили на совещании об обеспечении города теплом и инженеры горно-обогатительного комбината. Организация отапливает 14% жилого фонда. Времени на подготовку к зиме в Сорске остается совсем немного. Исходя из опыта прошлого года, администрация решила начать отопительный сезон с 1 сентября. Речь идет в первую очередь о социальных объектах. Это больницы, школы и детские сады. А вот в жилом секторе батареи начнут нагреваться в 20-х числах сентября. Катерина Ярушина, Андрей Доржу, РТС.